Брата Юрия, чтобы он ответил. Дорогие братья и сёстры, слава Господу за прекрасную возможность приветствовать вас на этом богослужении. И прежде чем мы будем отвечать на поставленные вопросы, которые волнуют многих, мне хотелось бы вместе с вами для, так скажем, божественного руководства открыть первое послание Петра. Нам интересна 3 глава, 15 текст. Пожалуйста, давайте будем использовать эти слова как руководство для того, чтобы нам давать достойный ответ. Я имею в виду ответ, достойный библейского учения. Пожалуйста, 3 глава 1 послания Петра, 15 текст. Пожалуйста. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчёта в вашем уповании. Дать ответ скротостью и благоговением. Мы призваны Богом не только веровать в истину, но дать ответ тем, кто требует у нас ответа. И мы должны подтверждать свою веру на вернейшем пророческом слове. Поэтому, отвечая на поставленный вопрос, как нам совершать вечерю Господню, можем ли мы, лучше сказать, совершать вечерю Господню по домашним церквям или же нет. Что говорит нам Библия на этот вопрос? А для этого сделаем небольшой библейский экскурс. Вы, может, будете удивлены, но в Ветхом Завете празднование Пасхи можно найти только в шести местах Священного Писания. Казалось бы, такой значимый праздник, но о нём сказано только в шести местах. И сравнивая эти места, мы можем увидеть библейскую типологию, которая даёт нам утвердительный ответ на поставленный вопрос. Для начала мы открываем первоначальный текст, где Бог учреждает этот праздник. 12 глава книги Исход. Я тоже открою вместе с вами эту главу. И прочитаем 3 и 4 тексты, пожалуйста, где Господь даёт распоряжение Моисею. 3 и 4 тексты. Скажите всему обществу сынов Израилевых в 10-й день сего месяца пусть возьмут в себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмёт с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Скажите, пожалуйста, где же съедалась Пасха? По домам. Бог даёт распоряжение взять агнца и хранить его по домам. Каждый должен выбрать себе агнца по числу душ, чтобы все в доме, все в доме, от малого до великого имели необходимую часть. И если смотреть дальше, Израиль сделал всё по слову Господню, ангел-губитель прошёл мимо их домов, где стоял знак, знак пролитой крови агнца. Этой кровью мазали косяки домов. Ну, помните, да, это место. Второй раз открываем книгу числа. Здесь мы видим празднование Пасхи по домам в Египте. При выходе из Египта они ещё находятся в рабстве. А второй раз празднование той же самой Пасхи через определённое время праздновали израильтяне уже в пустыне. У книга числа, девятая глава. Прочитаем ёмкий отрывок. С первого по пятый тексты, пожалуйста. И сказал Господь Моисеев в пустыне Синайской во второй год поисшествия их из земли египетской. В первый месяц, говоря, «Пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для неё время. В четырнадцатый день всего месяца, вечером, совершите её в назначенное для неё время. По всем постановлениям и по всем обрядам её совершите её». И сказал Моисей сынам Израилевым, чтобы совершили Пасху. И совершили они Пасху в первый месяц, в четырнадцатый день месяца, вечером, в пустыне Синайской, во всём, как повелел Господь Моисею, так и поступили сыны Израилевы. В книге числа Пасха спраздновалась на второй год при выходе, то есть ровно через год. Они ещё не пришли в обетованную землю. Теперь смотрим. Перед самыми границами обетованной земли третий раз описывается, что Израиль справляет Пасху. Нам интересна пятая глава книги Иисуса Навина. С десятого по двенадцатый текст давайте прочитаем книги Иисуса Навина. И стояли сыны Израилевы странам в Галгалии, и совершили Пасху в четырнадцатый день, месяца, вечером, на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, оплеснаки и сушёные зёрна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день, после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли ханаанской. Мы сделали с вами небольшой обзор, и мы уже видим, как во времени праздновалась Пасха израильским народом. В двенадцатой главе Господь устанавливает празднование Пасхи, то есть праздник Пасхи совершался по домам. И представьте, когда Израиль остался в живых, в отличие от египтян, они праздновали это событие или нет? Да. Я хочу заметить, чтобы мы поняли, праздник Пасхи совершался по домам, а праздновалось это обществом, или лучше сказать, спасенным обществом Израиля. Ну, чтобы было понятно, вот допустим, сегодня в этом мире празднуют праздник Новый год. Они празднуют этот праздник по домам, а потом выходят к общей новогодней ёлке и что делают? Совместные гуляния. Ну да, я не говорю, что мы в этом участвуем, я просто говорю для сравнения, как это происходило. Они съедали Пасху по домам и потом радовались. Представьте, сегодня мы встречаем с вами, или лучше сказать, празднуем вечерю Господню по домам. А как мы можем праздновать теперь вечерю, выйдя на улицу? Ну как? Если бы мы с вами жили в теократическом обществе, то да. А представьте, сейчас мы с вами приняем вечерю, выйдем на улицу, будем радоваться и призывать к празднику, потому что мы с вами приняли вечерю. Ну как вы считаете, это нормально или нет? Мы нас не поймут. Поэтому смотрите, что делает Господь и свидетельствует на страницах Священного Писания, чтобы у нас не было крайностей. С одной стороны, Господь повелевает съедать Пасхального Агнеца по домам и праздновать этот праздник в теократическом обществе, где люди прекрасно понимают, в чем суть радости. Второй раз мы нашли в книге числа. Проходит ровно год. Происходит точно такая же практика. Израиль съедает Пасху по домам и празднует всем обществом. Третий раз, давайте откроем, в третий раз мы прочитали в книге Иисуса Навина. Они еще не вошли в обетованную землю, но стоят на границе и празднуют Пасху. Теперь смотрим, когда они пришли в обетованную землю и построили храм до тех пор, пока они не построили храм. Нет ни одного практического описания, чтобы они праздновали Пасху Господню, хотя скинь у них была. Но давайте откроем вторую книгу Парлипоменон, восьмая глава, тринадцатый текст. Чтобы по уставу каждого дня приносить созашение по заповеди Моисеевой в субботы и в новомесячье, и в праздники три раза в год, в праздник опресноков, и в праздники седмин, и в праздник кущий. Когда люди построили храм во время Соломона, было принято, чтобы они совершали праздники, определенные Моисеем. И праздник опресняков – это праздник Пасхи, потому что опресноки совершались вместе с этим праздником. Когда Бог поручил праздновать Пасху, Он сказал, что да не будет у ваших домов ничего квасного. Помните? И семь дней ешьте что? Опресноки. Поэтому мы находим, что, пожалуйста, когда построили храм, люди начинают праздновать праздник Пасхи. У них же было святилище, а практики празднования Пасхи не было, потому что они утратили. И дальше мы будем читать, такую Пасху никто никогда прежде не совершал. Таким образом, делая обзор, мы находим серьезные, так скажем, проблемы, которые возникали на пути теократического общества. Но Бог в 12 главе книги Исход, дорогие друзья, заповедал своему народу, чтобы Пасха съедалась по домам. И нам нужно это запомнить и никогда не забывать. Более того, если двигаться дальше, после построения Соломона храма, эта практика не наблюдается. Наоборот, наблюдается разделенное царство, потому что Соломон взял себе множество чужеземных женщин в жены, построил капище, и появляется на исторической арене реформатор, молодой царь Осия. В его дни царство, разделенное на юг и север, он находит книгу закона, начиная читать, приходит в святой страх пред Богом, и давайте откроем. Четвертую книгу царств, 23 глава, нам интересен отрывок с 21 по 23 тексты, пожалуйста. И повелел царь всему народу, сказав, совершите Пасху Господу, Богу вашему, как написано в всей книге завета, потому что не была совершена такая Пасха одни судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских, и царей иудейских, а в 18-й год царя Иосии была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме. Друзья, замечаете, что Писание свидетельствует, что такой Пасхе, который, так скажем, совершил царь Осия, не совершалось в Израиле со времени судей. Я еще раз хочу сказать, что сатана бродит, как рыкающий лев, не только в последнее время. Он это делал всегда и избивал теократическое общество с пути. Вроде они верят в великого Бога, но самый знаменательный праздник по неизвестным нам причинам праздновался от времени до времени, хотя Бог сказал, что три раза в году должен являться пред лице Божье весь мужеский пол. Но Писание говорит, что даже когда был построен храм, но по причине разделения теократического общества такой Пасхи не совершалось до тех пор, пока Осия прочитал ясные и понятные слова в книге закона, то есть в Торе, в законе Моисея, и совершил эту Пасху. Второй раз в книге Царств, давайте только эта история записана, во второй Паралипоменон, 30-я глава, нам интересен для начала первый текст мы прочитаем, описывается празднование Пасхи во время Езекии. Пожалуйста, кто прочитает? И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудеи, и письма писал к Ефрему и Монасии, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи к Господу Богу Израилу, и положили на совете царь и князья его, и все собрание в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не осветились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. По причине, что не осветились, кто? Священники. Священники. Совершается во второй месяц. Это не нарушает закона Моисеева, потому что в законе Моисеева в книге числа отмечено, если какой-то человек по той или иной причине не сможет принять, так скажем, Пасхи в назначенное время, потому что для него будет длина дорога, или он был в пути, то он может совершить Пасху во второй месяц, в четырнадцатый день месяца. Находим? Езекий делает по этой причине праздник во второй месяц, не нарушая закона Моисея. Но хотелось бы отметить, что хотя Осия сделал реформу, мы видим опять отступление Божьего народа от настоящей истины. И Пасха уже совершилась не в первом месяце, а во втором месяце. То есть, если мы сравниваем все эти места, мы находим, что люди не вполне себе давали отчет. Они не вполне доверяли вернейшему пророческому слову. И если посмотреть внимательно, то, как я говорил вам выше, эти шесть мест, которые описывают хронологически, как праздновалась Пасха Господня, напрашивается вывод сам собою, для чего же нам нужен Новый Завет и Иисус как пасхальный агнец. Да только потому, что люди первого договора были неверны в условиях договора. И Иоанн Креститель пророчески провозглашают об Иисусе Христе по причине того, что люди нарушали принципы этого судьбоносного праздника. Давайте посмотрим, что говорит Иоанн Креститель. Первая глава Евангелия от Иоанна, 29 стих, пожалуйста, кто прочитает. На другой день видит Иоанн, улучшивая к нему Иисуса, и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иисус приходит не только заключить Новый Завет, он становится пасхальным агнецем, благодаря которому мы с вами сегодня совершаем вечерю Господню, но при этом мы вспоминаем страдания Иисуса Христа. Иисус исполнил весь закон. Он сказал, что он пришел не нарушить закон, помните, да? Но исполнить. Он пробыл со своими учениками приблизительно три с половиной года. Это же исполнение закона. Мы вновь откроем 12 главу книги Исход и прочитаем с 3 по 6 тексты. Скажите всему обществу сынов Израилевых в 10-й день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или откос. И пусть он хранится у вас до 14-го дня всего месяца. Тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечера. Спасибо. Агнец должен быть взят в 10-й день первого месяца и хранится до какого времени? До 14-го дня. То есть 11-е число – это первый день, 12-е число – это второй день, 13-е число – это третий день, а 14-го числа, то есть после истечения трех дней, что нужно было сделать с Агнецем? Поэтому Иисус пробыл со своими учениками больше трех лет. Иисус в точности исполнил закон. И теперь мы смотрим, как он сам устанавливает праздник вечери. Как и где новозаветный Израиль должен праздновать вечерю Господню. Мы вместе открываем 22-ю главу Евангелия от Луки. И для начала прочитаем отрывок 7-го и по 11-й тексты включительно. Пожалуйста, давайте читать. Кто прочитает? Настал же день от ресноков, в который надлежала заколать пасхального акца. И послал Иисус Петра и Анна, сказал, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему, «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им, «Вот при входе в вашем город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома, «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» Спасибо. Где же Иисус праздновал Пасху? В доме, в комнате. Иисус, напоминаю, пришел не нарушить, но исполнить закон. Он говорит, что пойдите и приготовьте Пасху в комнате. И давайте смотреть, что Господь говорит в 15 и 16 тексте этой же главы. Пожалуйста. И сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания и высказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Иисус говорит, «Я хотел есть сию Пасху прежде моего страдания». И добавляет, что Он не будет есть ее до какого времени? Вопрос. Пока она не совершится в Царстве Божьем. Оказывается, Пасха истинная Богом, предназначенная Пасха должна исполниться где? В Царстве Божьем. Не на земле. В Царстве Божьем земное является образом небесного. Поэтому в книге Откровения много раз использовано выражение агнец, закланный до создания мира. Это терминология Пасхи. И давайте откроем 19 главу книги Откровения и прочитаем отрывок с 6 по 9 текст, чтобы нам увидеть исполнение слов Иисуса. Он же сказал, что не будет есть Пасхи сей, доколе она не совершится в Царстве Божьем. Вот в небе в 19 главе книги Откровения описывается исполнение слов Иисуса, которые Он сказал в 22 главе Евангелия от Луки. Пожалуйста, с 6 по 9 тексты. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, в весон же есть праведность святы. И сказал мне ангел, напиши блаженный званный на брачную вечерю Агнца, и сказал мне сии суть истинные слова Божьи. Спасибо. Замечаете, друзья, исполнение слов Иисуса, которое он сказал в 22 главе Евангелия от Луки. Там он сказал, что он не будет есть пасхи сей, а здесь он будет вкушать вместе с нами на брачной вечери говоря совершилось. Это очень важный момент. И хотелось бы обратить ваше внимание на тот факт, что в небе, где происходит празднование вечери Господней, или так скажем совершится вечеря Господня, когда Божий народ соберется со всех концов, который разогнан врагами истины по всем уголкам этой земли. Бог соберет этот народ, который праздновал Пасху по домам, по библейским истинам. Бог обязательно соберет этот народ. И возникает вопрос, почему же в небе Иисус назван Агнецем? Как вы считаете, почему в небе Иисус назван Агнецем? 22 главе Пасхристола Бога и Агнеца текут воды жизни. Термин Агнец будет использован всю вечность, и об этом сказал пророк Захария в 13 главе в 6 тексте. Давайте посмотрим, почему же Иисус в вечности назван Агнецем? Пророк Захария дает библейский и аргументированный ответ на поставленный вопрос. Пожалуйста. Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, оттого, что меня били в доме любящих меня. Это напоминает нам историю Фомы, когда Иисус воскрес из мертвых, Фома не верит, Иисус говорит, подойди сюда, посмотри на руки мои, Иисус показал ему рубцы, и вложи перст твой в ребра мои. Другими словами, эти раны будут вечности напоминать нам великую жертву пасхального Агнеца. И мы спросим, почему же у тебя на руках рубцы? И он скажет, потому что меня били в молитвенном доме. И эти вещи очень важны, и пророки, так скажем, как бы жирным штрихом подчеркивают эту идею, что несмотря на то, что Бог явился во плоти, но он останется в той плоти, в которой он воскрес из мертвых, и на руках у него останутся рубцы навечно. И пророк Исаия говорит в 9 главе, в 6 тексте, давайте посмотрим. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный, советный, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Здесь Иисус назван многими именами, в центре которого Бог крепкий. И самое главное, Исаия говорит, сын дан нам. Смотрите, с одной стороны, сын дан нам, но он Бог крепкий, князь мира, отец вечности. И вот это слово сын дан нам, если читать еврейский текст, это слово дан, имеет, так скажем, отсчет во времени, но не имеет конца. То есть, в какой-то момент Бог дает нам сына, который назван Богом крепким. И это слово дан, он отдан нам навечно, не имеет конца. поэтому когда Иисус воскрес из мертвых, он показал свои раны. Эти раны останутся навечно, как память о великой жертве Иисуса Христа. И в 25 главе пророк говорит, давайте мы откроем 25 главу книги пророка Исаии, нам интересен отрывок 6 и по 9 тексты включительно. Пожалуйста, кто прочитает? И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных язв, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасение Его. Ну давайте отметим некоторых судьбоносных моментов из этого пророчества. Во-первых, ожидающие избавления говорят, вот Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Когда Иисус приходит второй раз на эту землю, эти слова адресованы Ему. Верующие, поистину верующие люди, говорят Иисусу при втором пришествии, вот Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Второй момент, на который бы я обратил внимание, здесь говорится, и уничтожат Господь на Горесии покрывало, лежащее на всех народах. Слово покрывало тесно связано с греческим словом апокалипсис, с книгой Откровения. Сегодня люди думают, что они что-то делают во тьме. Сегодня многие поклоняются зверю в этой тьме и думают, что никто не видит. Но Бог говорит, я сниму это покрывало. Поэтому для народа завета, который празднует Пасху Господню в библейском ключе, разделяя радость по домам, потому что мы не живем, в отличие от Израиля в теократическом обществе и нас на улице не поймут, в связи с чем мы празднуем вечерю Господню. Мы можем разделить эту радость между собою. И мы это будем делать, по словам Павла, вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. И Бог говорит, что поглощена будет смерть победою и отрёт Бог всякую слезу сочей их. Это же нам напоминает 21 главу книги Откровения, где Иоанн видит новое небо и новую землю, ибо прежнее прошло. И отрёт Бог сочей всякую слезу. Именно тем, кто верит в Иисуса и говорит ему, вот Бог наш, на него мы уповали, и Он спас нас. Другими словами, мы, когда делаем небольшой библейский обзор, мы можем прийти к библейскому выводу. И самое главное, чтобы ответить на поставленный вопрос, потому что, несмотря на то, что мы делаем уже не первую программу, проводим не первое служение, по факту этого вопроса всё равно люди задают вопрос. И я надеюсь, чтобы поставить точку на этом вопросе, давайте откроем 20-ю главу книги Деяний Святых Апостолов и посмотрим, как апостолы совершали вечерю Господню. Нам интересен 6-й, 7-й тексты, пожалуйста. А мы после дней опресночных отпыли из Филипп и дней в 5 прибыли к ним в Траду, где пробыли 7 дней. В первый день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Заметьте, в первый день недели, если точнее говорить с греческого текста, Лука сообщает на греческом языке, говоря, в первую субботу месяца, когда ученики собрались для преломления хлеба. Я повторяю, как он выглядит в греческом оригинале. В первую субботу месяца, когда ученики собрались для преломления хлеба. Но смотрите, после дней опресночных. А ведь Пасха в Иерусалиме совершалась во время дней опресночных. Проходят опресночные дни. В Израиле совершается культовый праздник, несмотря на то, что Иисус сказал им «Дом ваш пуст». Но люди все равно празднуют Пасху. Иисус им сказал «Дом ваш пуст». Но у людей, когда духовный вакуум, и им не с чем сравнивать свою веру, они желают этими культовыми праздниками подкрепить свою веру, которая ни на чем не основана. Апостолы после дней опресночных не сказано, что они праздновали Пасху в Иерусалиме. Они собираются в первую субботу месяца и совершают вечерю. Где они это делают? Дома, не в Иерусалиме. Я, насколько помню, в этом отрывке Павел продолжил речь до полуночи, да? И там один молодой человек по имени Евтих упал с третьего жилья. То есть вечерю они принимали в Вышней Горнице. Это же нам говорит, что мы свободны от всех культовых собраний. И Иисус говорит, где двое и трое собраны во имя Мое, что там происходит? Можем ли мы с вами сегодня собраться во имя Иисуса и принять вечерю Господню? Кто нам это мешает? Нам мешает, так скажем, руководство религиозной организации, потому что они делают от себя все возможное, чтобы привязать людей к церковным лавкам. А Иисус говорит, нет, его дети должны познавать истину. Истина что сделает с нами? Она сделает нас свободными. Но другой вопрос. Кто же может все-таки совершать вечерю? Принимать понятно по домам каждый, кто желает во имя Иисуса вспомнить великий подвиг его страданий. Каждый верующего Иисуса, повторю, может совершать вечерю Господню, когда только захочет на том месте, которое приемлемо для этого судьбоносного служения. Но другой вопрос. Кто может проводить вечерю Господню? А для этого мы вместе откроем книгу Деяний. Она у вас уже открыта. Нам интересна 6 глава. Давайте для начала прочитаем отрывок с 3-го и по 6-й текст из 6-й главы книги Деяний Святых Апостолов. Пожалуйста. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили предапостолами и сии помолившись возложили на них руки. Я понимаю, как сегодня использует этот отрывок, но давайте не будем спекулировать текстом, а будем прославлять Господа в правильном понимании всего, что написано в Священном Писании. Когда ученики, или лучше сказать, последователи Иисуса стали умножаться, у них возникли большие проблемы. Тогда апостолы сказали домашним церквям или этой группе людей выберите среди себя людей. Сами апостолы не брали верх над мнением верующих людей. Они, так скажем, не навязывали им своих сотрудников. Сами люди, которые веровали в Иисуса, выбрали людей. А апостолы только помолились и рукоположили их. Посмотрите, как в шестом тексте говорится их поставили перед апостолами и, сии помолившись, возложили на них руки. Другими словами, я еще раз говорю, дорогие друзья, когда ученики Иисуса стали умножаться, в этих, так скажем, домашних церквях выбирались люди не апостолами, а кем? с самими собой, между собой. Люди выбирали доверенных им людей, а апостолы помолились и они стали совершать это служение. Хотелось бы сказать, Филипп, которого поставили на дьяконское служение, несмотря на это, он идет и крестит Ефиоплянина. Он же не спрашивает апостолов, а можно я вам так скажем, пойду, там вот меня Дух Святой призывает пойти на пустую дорогу, там есть Евнух Ефиоплянин, нужно его покрестить. Его поставили апостолы на это служение, а Филипп совершает служение благовестника. Раньше были апостолы, а сегодня апостолов нету, они почили, как нам быть? Эта история должна служить руководством. Если Бог организовывает домашнюю церковь, то Он поручает домашней церкви выбрать из среды себя человека по тем параметрам, о которых говорит Библия, мы помолимся Иисусу, и сам Бог рукоположит его на это служение. А то есть библейская практика. Апостолы помолились, возложили руки на 12 апостола, а Бог положил руки на Павла. Вы понимаете, что Библия рисует нам абсолютно другую картину, которую желают нарисовать нам церковные работники, чтобы для нас Библия была как усмирительная рубашка. А Иисус говорит, нет, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Более того, хотелось бы напомнить вам, дорогие друзья, что апостолы, которые были поставлены непосредственно Иисусом Христом, никогда не брали верх над верующими людьми. То есть они не управляли верой верующих людей. Давайте откроем второе послание в Коринф, нам интересно первая глава 23-24 тексты. Бога призываю вас свидетелей на душу мою, что щадя вас я доселе не приходил в Коринф, не потому будто мы берем власть над верой вашей, но мы с проспешен радости вашей, ибо верую вы тверды. Поэтому хотелось бы в заключении этого вопроса вспомнить четвертую главу от Иоанна. Пожалуйста, давайте откроем четвертую главу от Иоанна. И посмотрите, женщина у колодца задает такой вопрос. Как ей поклоняться Богу с двадцатого по двадцать третий тексты четвертой главы от Иоанна. Пожалуйста. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. Вы не знаете, чему клайниетесь, а мы знаем, к чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине, ибо таких поклонников отец ищет себе. Где же поклонники будут праздновать вечерю Господню? Где? Самарянка говорит, наши отцы поклонялись на этой горе они были привязаны к этому культовому месту. Вы иудеи привязаны к этому культовому месту. А Иисус говорит, что и не те, и не другие. Но Бог ищет себе поклонников, которые будут поклоняться Богу в духе и в истине. то есть если мы видим, что мы можем совершать вечерю, когда только захотим, на том месте, которое мы изберем по благословению Господню, можем мы совершать вечерю или нет? Кто может нам назначать место или время? Мы сами решим, когда будет в этом необходимость. в то же самое время мы сами решим, кто будет проводить вечерю Господню. Мы же не доверим человеку проводить вечерю Господню, который, так скажем, не знает священного Писания, который не знает воли Господней. Разве мы ему доверим? Поэтому Павел говорит, вначале проверьте, а потом ставьте на служение. Нам не нужно ехать в конференцию или лететь в Вашингтон в офис Генеральной конференции корпорации адвентистов седьмого дня, чтобы взять у них разрешение. Апостолы совершали вечерю Господню, не брали разрешение в Иерусалимском храме. Это для нас хороший урок. Поэтому я думаю, давайте поставим точку, дорогие друзья, и будем поклоняться Богу по Библии, потому что вся Библия была написана под вдохновением Святого Духа. Иисус сказал, будут поклонники, которые будут поклоняться Богу и в Духе, но поистине. Поэтому слава Господу, который дарует нам свободу. Мы не привязаны к церковным лавкам. Мы не можем совершать вечерю Господню, где происходит нечестивое объединение с человеком греха сына погибели. Мы не можем совершать вечерю Господню, где пренебрегается проповедь трехангельской вести. Мы не можем совершать вечерю Господню, где, так скажем, называют еретиками тех, кто любит настоящую истину. Поэтому, если я ответил на этот вопрос, то, слава Господу, у нас есть, насколько я понимаю, еще один вопрос. Да? Да. Пожалуйста, сестричка, озвучь. Сюда выйди и озвучь. Друзья, читая Новый Завет, мы, как и вы, пришли к выводу, что служение десятинами было установлено только до времени пришествия Иисуса Христа. Ну, скажите, раз нет десятины, то как продвигать трехангельскую весть. Да, проповедь Евангелия нуждается в средствах, но не в ежемесячной оплате того или иного церковного работника. Мы никогда с вами не говорили о том, что вообще не нужно поддерживать Евангелие. Мы с вами говорили только о том, что левицкая десятина, которая возвращалась в храм пришла к логическому концу. И чтобы поставить точку на этом вопросе, давайте вновь откроем послание к евреям. Нам интересно седьмая глава и прочитаем отрывок. Для начала прочитаем пятый стих. Пожалуйста, седьмая глава послания к евреям. Пятый стих. Получающие священство из сынов левийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чесел Авраамов. По закону левиты имели право брать десятину со своих братьев. По закону надо запомнить. Смотрим диннадцатый двенадцатый стих. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восстать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоватого, потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Поменялось священство и должно поменяться и должен поменяться закон в отношении левицкого служения, в том числе и десятины. И давайте посмотрим, как на практике, я говорю, на практике люди Нового Завета, которые уверовали в Иисуса, как в Мелхиседека, которому Авраам и десятину возвратил, Павел, я еще раз говорю, друзья, в послании к евреям не акцентирует наше внимание, чтобы мы повторяли действия того или иного человека. Он желает показать преимущество служения Иисуса Христа, который находится в небесном святилище. И давайте посмотрим, откроем четвертую главу книги «Деяния святых апостолов» и прочитаем 36-й и 37-й тексты из четвертой главы. Пожалуйста. Так Иосиф прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, Левит родом Коприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Что сделал Левит? Что сделал Левит? Он продал поле, в греческом языке стоит слово земля, а Левит не имеет права по закону продавать землю. Давайте откроем 25-ю главу книги Левит. Люди могли, то есть не Левиты продавать землю и то до юбилейного года, а Левитам настрого возбранялось продавать землю. прочитаем эти два момента. Простому народу можно продавать землю. 23-й стих я прочитаю 25-й главы. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня. И это говорит соотносительно всего народа. Люди могут продавать землю, но не навсегда, только на 50 лет до юбилейного года. Но давайте посмотрим, что сказано о земле в отношении Левитов. С 32-го по 34-й тексты, пожалуйста, прочитайте. А города Левитов, домы в городах, владения их Левитам всегда можно выкупать. А кто из Левитов не выкупит, то проданный дом в городе, владения их в юбилей отойдет, потому что домы в городах Левитских составляют их владения среди сынов Израилевых. И полей вокруг городов продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Спасибо, поле продавать нельзя, а Варнава продал поле. Я еще раз говорю, в книге Деяния использовано слово не земля, Варнава имел свое поле, продал и принес не десятую часть к апостолам, а всю сумму. Это серьезный вопрос. Я знаю, как эти тексты или эти истории используют церковные работники, чтобы люди приносили больше десятин для увеличения собственной зарплаты. Но давайте посмотрим, как это использовано здесь. Левит Осия первоначального имя, это прозвище Варнава от апостолов сына Тишиния, он продает поле. Он понимает, что левитское служение пришло к логическому концу, что десятины отошли на второй план. Теперь понятно, как использована картина? Если читать этот отрывок целиком, как он использован в этой главе, то давайте посмотрим с 32 текста по 35 текст включительно. Я прочитаю. У множества же у веровших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великую силу свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их, не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужды. И только потом, с 36 текста, так скажем, речь идет о действии левита по имени Варнава. Замечаете, что все, кто имел побуждение от Святого Духа, продавали дома, продавали имения, продавали земли, приносили к ногам апостолов, и все раздавалось, кто в чем имеет нужду не отдельным людям. заметили, все, кто участвовал, так скажем, в организации христианской церкви, всем давалось, кто в чем имеет нужды. Практика издеяния святых апостолов в корне отличается от современной практики религиозных организаций. Сегодня десятинами пользуются исключительно какие-то особые люди, хотя все общество Нового Завета названо царством священников. Почему мужа одним дается, а другие ничего не получают, но наоборот отдают особым людям? Где такая практика есть в Новом Завете? Поэтому это еще и еще раз доказывает, что практически Варнава христианин, обращенный из левитов, он понял, что левитское служение и десятина, которые приносятся по закону, пришла к логическому концу. Более того, десятина приносилась по закону, а мы, как люди Нового Завета, живем по закону? Нет, по закону. Мы живем под благодатью. И Павел в посланиях к Колоссянам, давайте откроем эту главу, вторая глава к Колоссянам, и прочитаем отрывок с 13 по 15 текст, пожалуйста. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от следы и пригвозил ко Христу, отняв силу начать и властей, и вас на поверх их позору, восторжествовав над ними собой. Сегодня сторонники получения десятин используют этот текст в свою пользу, говоря, что Иисус пригвозил ко Христу нашу долговую расписку. Где они прочитали такую интертрепацию, я не знаю. Здесь написано, что Иисус пригвоздил ко Христу рукописный закон. Может быть, в греческом имеет косвенное значение какой-то долговой расписки. мы должники, но этот долг выкопил Иисус. Давайте посмотрим, что цитирует Павел, почему он пришел к этому выводу, что смерть Иисуса Христа поставила точку на рукописном законе, и он пригвоздил его ко Христу. Этот закон, Павел говорит, рукописный закон, служил против нас. Иисус освободил нас от этого закона и стал сам за нас поручителем. Для этого открываем. Откройте, пожалуйста, 31 главу книги Второзакония, если вам не трудно, и прочитаем с 24 по 26 тексты включительно. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа, Бога вашего, и она там будет свидетельствовать против тебя. Как вы думаете, Павел ошибается, когда называет этот закон, который был написан рукою посредника, то есть рукою Моисея, и был положен одесную ковчега, он называет это рукописным законом, который был против нас. По этому закону люди приносили левитам десятину, но раз Иисус принес заместительную жертву, о какой десятине вообще может идти речь? Не может об этом идти речь точно так же, как речь не может идти об обрезании. Представьте, человека, верующего в Иисуса, обрезывает крайнюю плоть. Павел говорит, если вы обрезываетесь или совершаете хотя бы один пункт из рукописного закона, я не говорю про заповеди, это абсолютно разные вещи, если вы соблюдаете хотя бы один пункт рукописного закона послания Галатам 3 глава, вы обязуетесь исполнить весь закон. Или написано так, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в законе. Это проклятие Иисус взял и пригвоздил ко Христу и что Он сделал? Он властно поверг позору тех, кто питался от десятины приношений, потому что когда Иисус принес себя в жертву, Он сказал, храм ваш пуст, завеса разорвалась, Каиафа разодрал на себе одежду, о каких десятинах идет речь? Это выдумка человеческая и люди таким образом, обманным путем сделали из этого церковный бизнес. Никто из служителей сегодня не похож на апостолов, которые терпели жажду, нужду, наготу, холод, гонение. Все они живут в роскошных домах. Где же христианская простота, у меня вопрос. Мы сами виновны в том, что даем им в рот. Мы сами виновны в том, что даем им не библейскую десятину. Библейская десятина пришла к логическому концу, но при этом никогда не будем забывать, как народ Нового Завета, что мы не свободны от проповеди Евангелия. Мы должны участвовать в распространении Евангелия и трехангельской вести. А для этого Бог усмотрел новозаветное служение, то есть добровольные приношения. А для этого давайте откроем второе послание в Коринф. Нам интересна девятая глава. Пожалуйста, седьмой текст, кто прочитает нам этот текст. Текстов по этому вопросу очень много, но мы возьмем один текст, чтобы, так скажем, поставить точку на этом вопросе. Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо добровольно дающего любит Бог. Таким образом, мы участвуем в проповеди Евангелия. Мы не оплачиваем служение того или иного человека, которому даже в глаза не видели и никогда не увидим. Мы поддерживаем служение реального человека, который проповедует Евангелие, поддерживаем его не десятинами, а доброхотно дающего любит Бог. Поэтому еще расскажу, наши дорогие друзья, что десятина была установлена Богом только до времени. До времени пришествия Иисуса Христа. И когда Он принес себя как заместительная, как истинная заместительная жертва, этот закон, закон левитов пришел к логическому концу. И Бог всех теперь называет благодаря пролитой крови Иисуса Христа, говоря, вы царство священников, вы народ святой, взятый в удел, чтобы возвещать. Вот кто участвует в продвижении возвещения проповеди о совершенстве Иисуса Христа, тех и благословляет Бог. Бог дает нам все необходимое для своей славы. Таким образом, я думаю, размышляя над этим вопросом, мы ставим точку, потому что эти вопросы, которые мы озвучивали неоднократно, они мешают нам заниматься истинным исследованием библейского пророческого слова. Мы не можем двигаться дальше, поэтому, я думаю, дорогие друзья, если мы вам ответили на вопрос, то слава нашему Господу. Я думаю, у нас есть еще один вопрос, который, так скажем, волнует многих. Пожалуйста, брат Александр, озвучь этот вопрос. Также еще один вопрос задают братья и сестры. Когда мы вышли из АСД и стали собираться на домашней церкви, к нам пришел пастор и зачитал стих из Евреев 10.25. Честно говоря, эти слова взволновали нас, и мы в большом переживании. Пожалуйста, подскажите, как нам быть? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, для начала давайте откроем 10 главу послания к евреям, 25 текст. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. В первую очередь, дорогие друзья, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что эти слова первично были адресованы Павлом христианам, которые вышли из иудейского общества. Они оставили иудейское собрание и во имя Иисуса создали другое христианское собрание. Но давайте посмотрим, чтобы не спекулировать текстом, о чем же в сущности, говорит Павел в этой главе. Нам интересен отрывок с 32 и прочитаем дальше из 32 стиха. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страдания, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившись в таком же состоянии. Ибо вы и моим мусом сострадали и расхищением имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущества лучшие и неприходящие. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит, праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Спасибо. Павел говорит это людям, которые уверовали в Иисуса, а теократическое общество, в центре которого, так скажем, находится во внимании которого находится храм Господень, они подстрекаемы своими руководителями, унижали христиан, грабили, оплевывали и угнетали. Павел говорит им, вы собрались во имя Иисуса Христа, вы правильно сделали, вы, говорит, выдержали великий подвиг страданий, смотрите под натиском сатаны, который гонит вас руками, заметьте, руками не язычников, а чьими руками? Своих теми, кто исповедует веру в живого Бога, но превратно. Они, говорит, гонят вас, они желают, так скажем, сорвать ваши собрания, которые собраны во имя Иисуса. Этих собраний не оставляете. Разве сегодня руководители теократического общества не клевещат на домашней церкви, которую образовал сам Иисус, потому что произошло великое отступление, точно так, как это совершалось в то время, во время апостола Павла. Замечаете, как можно извернуть текст, но когда мы читаем Библию, включе Библии, мы понимаем, что Павел нам говорит, людям, которые вышли из религиозной культовой организации, где все совершается, как в инкубаторе, по очереди, толкая друг друга, им это не нравится, но этот текст они говорят нам, не оставляйте собрания вашего. Но если я повторюсь, дорогие друзья, мы читаем Библию, включе Библии, то картина ясна. Павел обращается к пренебрегаемым иудеям и христианам, которые отстаивают веру во имя Иисуса. Они собираются по домам, это в лучшем случае, потому что дома их расхищали, они искали себе неприступные места, и многие ослабевали, поэтому Павел говорит, терпение нужно вам, праведной веру и жив будет, еще немного, очень немного, и избавитель придет. Поэтому этот текст, если применяют к нам, они называются лжеучителя и лжепророки, этот текст применяется только к тем, кто изгнан, скажем, из организации за настоящую истину и собирается на домашней церкви, при этом нас презирают, при этом в наш адрес высказывают разные, так скажем, неприятные речи, и, конечно, мы ослабеваем веру, и Павел говорит, смотрите, этого собрания не оставляйте. Более того, давайте откроем Евангелие от Иоанна, 10 глава нам интересна, и сам Иисус говорит, для чего он пришел в теократическое общество. 10 глава нам интересен отрывок с 8 по 9 тексты. «Все, сколько их не приходило предо мною суть воры и разбойники, но овцы не послушались их, я есть медверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажать найдет». Посмотрите, что делает сам Господь Иисус Христос. «Кто говорит войдет и выйдет, есть условия, вход и выход, если вы выйдете, вы пажать найдете, если нет, то вы пришли туда, где суть воры и разбойники, они разогнали стадо, они не болеют за овец, когда видят вора разбегаются, пастор добрый, полагая душу свою ковец». Иисус говорит, «Вы в свое время пришли в эти организации, но когда вы увидели, что там нет меня, вы должны выйти и пажать найти». Поэтому Иисус, выйдя из Иерусалима, сказал, «Дом ваш пуст». И ученикам сказал, «Когда увидите мерзость запустения, реченую пророком Даниилом, тогда бегите в горы». И представьте картину, мы с вами услышали эти слова, видим мерзость запустения, выходим, нас спрашивают, вы куда идете? Мы говорим, так мерзость запустения окружила это святое место. Иисус сказал нам, выйдя от нее, народ мой, как будут думать, или что будут говорить руководители, которым мы дадим библейский ответ. Они будут настаивать, подождите, здесь храм Господень, храм Господень. Понимаете, как они себя ведут? Разве эти слова не повторяются сегодня вновь и вновь? Только малое количество людей выйдет навстречу Господу, чтобы встретить Его. Поэтому, если смотреть все послание Павла дальше мы видим, он не просто так описывает герои веры в 11 главе. Он говорит, эти люди скитались поодиночке, весь мир был их недостоин. Они скитались в мелодиях, переживая голод, холод, посмеяние, оплевание, но тем не менее, Бог не дал им ту землю, потому что Бог желает, чтобы они не без нас достигли совершенства. Заметьте, что делает Павел, он описывает великий кризис людей, которые отделились от теократического общества и показывает им, указывает им веру людей, которых они прекрасно знали. Они изучали историю священного Писания, они восхищались этими людьми, но Павел говорит, вы посмотрите на каждого из них. Поэтому в 13 главе, в 13 тексте послания к евреям давайте посмотрим, что говорит Павел верующим людям. Итак, выйдем к нему застан, нося его поругание. Спасибо. Он делает вывод. Те, кто собрался в домашней церкви, мы не знаем на то время, где они собирались. Он им говорит, не оставляйте этого собрания и говорит, отделитесь от этого общества, которое распяло Иисуса, отделитесь от этого общества, который живет под законом, а не под благодатью. Выйдем к нему застан и будем носить его поругание, подобно героям веры. Их весь мир не был достоин, а они несли на себе Христово поругание. Поэтому наша жизнь в пророчестве описана в 14 главе книги Откровения. Давайте откроем книгу Откровения 14 главу и посмотрим для начала первый текст. Пожалуйста, кто прочитает. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. 144 тысячи, которые вышли из всех религиозных организаций, они следуют за Агнецем. Они вышли к нему застан, неся его поругание и посрамление, прославляя Бога новой песней победы, потому что находясь в религиозных организациях, мы находились в усмирительной рубашке церковных традиций. Но когда мы познаем истину, истина делает нас свободными, но работникам не нравится наша библейская свобода, они называют нас еретиками, раскольниками. Так если мыслить такими категориями, то сам Иисус был раскольником теократического общества, он им сказал, не думайте, что я принес вам мир, не мир, а что? Мир. Но разделение, апостолы были называемые, так скажем, руководителями теократического общества, возмутителями спокойствия. Какие еще нам нужны библейские доказательства, чтобы укреплять свою веру, ожидая второе пришествие Иисуса, так скажем, не на культовых площадках, крича вместе со всеми «Аллилуйя! Аллилуйя!» А по домашним церквям сидеть у ног Христа, вспоминая слова пророка Исаи, «Я сказал вам, сила ваша сидеть спокойно, в тишине и уповании спасения твое». Поэтому слава Богу за искупленный народ, который выйдет из всех религиозных организаций и будет следовать за Агнецем. У них есть потрясающая характеристика в 4-м тексте в 14-й главе. Давайте прочитаем. «Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнецем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу». «Они следуют за Агнецем, и при этом они не осквернились женами. Кого же в книге Откровения представляет символ жены? Церкви». «Они следуют за Агнецем 144 тысячи, искуплены от всех языков народов и племеней, следуют за Агнецем». И когда эти люди выходят из этих организаций, их называют еретиками, их называют, так скажем, возмутителями спокойствия. Ну, давайте посмотрим, как Бог называет этих людей в пятом тексте. Я прочитаю. «И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим». Давайте будем честными, дорогие друзья, сами к себе. Если мы сидим на церковной лавке, видим, так скажем, чудовищное отступление от настоящей истины и продолжаем там молча сидеть, можем ли мы в глазах неба быть непорочными, может ли Бог назвать наши уста без лукавства. Поэтому слава Господу, который учредил, зная, что будет в конце времени, домашней церкви, прочитайте книгу деяний святых апостолов и все послания Павла, и вы увидите, что Бог благословляет домашние церкви, Бог желает преподавать сам вечерю в домашних церквях, где собрались люди, которые воздыхают о всех мерзостях, которые совершаются в Израиле. Мы не можем остаться на лавках этих организаций, поэтому слава нашему Господу за то, что у нас есть вернейшее пророческое слово. Слава Господу за людей, которые задают вопросы, потому что и они хотят присоединиться к изучению настоящей истины, потому что каждый любящий Бога человек желает быть свободным от человеческих изобретений, от человеческих мнений, но и это возможно только на одном условии, о котором сказал сам Господь Иисус, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Пусть добрый и любящий Господь благословит каждого из нас, а ему слава и сегодня, и в день вечный. Я думаю, брат Александр по-